Вашингтоне проходит международный саммит по ядерной безопасности, одна из главных тем которого – ядерная программа Северной Кореи. Китай призывает к возобновлению шестисторонних переговоров с целью урегулирования ядерной проблемы корейского полуострова, где в последнее время обстановка заметно обострилась, после того, как Пхеньян объявила намерение в ближайшее время провести новые испытания ядерных боеголовок и баллистических ракет. На полях саммита США и Китай договорились о расширении двустороннего сотрудничества, направленного на предотвращение хищения ядерных материалов и их попадания в руки террористов и других преступных элементов. Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетюмюллер отметила, что во многих странах владение ядерными материалами для продажи до сих не считается преступлением. В ходе расследования брюссельских терактов стало известно, что в число потенциальных целей радикальных исламистов могли также входить атомные электростанции Бельгии. Администрация президента Обамы утверждает, что сегодня террористам было бы сложнее, чем когда-либо получить доступ к ядерным материалам. Но вместе с тем на саммите проходит специальная конференция, посвященная таким группировкам, как ИГИЛ, которые осуществили нападения в городах по всему миру. Это явный признак того, что ядерная угроза со стороны террористов до сих пор существует.